Ну что ж, снова всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова я, Карбончик, и снова мы продолжаем играть в Сталкер Тень Чернобыля, модификацию под названием Фотограф. Так, давайте-ка посмотрим, всё ли мы ненужное нам продали. Пока у нас рядом есть торгаш, но ты не торгаш. Кстати, я тебя фоткал уже, я не помню. Ну, сейчас вспомним. Фоткал. Тебя по-любому фоткал. Так, вот торгаш. Так, что-нибудь обмен. Какое оружие? У меня вот есть... Так, это всё не нужно. Какое оружие? Я повезел снайперский на трёхслужжный армейский сукпайок, три штуки, просто у меня нету одного, не хватает всего лишь. Какие патроны? На три штуки из двух коробок в шоколадной коле, три пачки, три пачки. Всё по три пачки-то не хотят. А у меня нет такого, чтобы что-то было по три пачки. Всё по две да по одной. Так. Ну, этих мы уже осматривали. Тебя я фоткал? Даже если и нет, то... Те, кто передвигается обычно там, патрулируют, они обычно не нужны фоткать их. Тебя уже фоткал. Старее уже, забывая, кого фоткал, кого не фоткал. Так. Так, ну всё, нам здесь больше ничего не нужно, да? Давайте посмотрим, что у нас там по квестам. Найти, конечно, всё то же самое. Найти Василиева и это нас там. Поговорить с учёным Троздовым. Погодите-ка так. У нас же вроде модернизируют камеры. Так это же вроде как раз левша умеет, разве нет? Пронести кабане ногу. Я берусь. Я по поводу задания. Принёс кабане ногу. Что такое? Выполнил задание. Выполнено. Потерянный предмет. Копание копыт. Получены деньги, полученный предмет. Надо же. Задание выполнено. Как всё легко? Так. А, это Лукаш. А нам нужна именно левша, точно. Блин. Я путаюсь между этим лукашом и левшой. А левша... А, левша в баре, точно. Левша в баре. Давайте-ка, во-первых, сделаем новое сохранение под названием 16. Сохранить. Я вот думаю, что сейчас отправиться в бар? Я ничего не потеряю, ничего не произойдёт. Место перехода в лес. Ладно, пошлите в лес сначала, сходим, чтобы уж не терять ничего. Потому что тут косяк с этим, вот, ну, сами знаете, это косяк. В принципе, можно забрать потом, продать учёным какому-нибудь. Я же не люблю передвигаться ночью. Вот, если честно, я вот вам скажу по секрету. Ну, ладно. Воу-воу, тут она маля. Так, сейчас возьмём болтики. Ага, будем кидать их. Так. Опять-то тут невходимое такое препятствие, но мне вот ненавижу такие вот вещи. Раньше такого не было. По-моему, в первое время, первый раз такая хрень была в Зов Припяти. Убили в раз. Быстро они со мной расправились. Ну, правильно, не быстро со мной расправились, потому что у меня всё плохо с ХП. Поэтому давайте-ка мы прикорнём и выберём сон до выздоровления. Отлично, может, какой-то новый мультик будет. Нет, это мы видали. Кстати, нужно будет попозже, вот он выспался, попозже починить этот. Броньку починить. Видите сами, что она в захудалом состоянии. Так, нужно вообще по пути чаще сохраняться. В принципе, с таким ХП сейчас я должен побыстрее их отстрелять. Тем более, что у меня есть такой дробовик. Неплохой. Вроде как он мне изначально показался ништяковым дробовиком. Вот, правда, сейчас уже не слышу я никаких снорков. Странно это даже. Ой, накаркал. Ну, прыгай, давай. Слишком много всего одного. И устал. В такой момент. Да, ну, нельзя в такой момент уставать. Ты чего, чувак? Давайте покормим ему, что-то, раз уж он кушать хочет, чтобы... Ну, ясно, дело, что бы ты не захотел попить. Так, ну вот, так должно быть лучше. А когда он пьет водки, он аж кашляет. Да еще об одним залпом, блин, 250 миллилитров. Это многовато будет на разок-то. Быстро. Однако тут еще и другие есть. Так, перезарядка. Попал. В принципе, мощный, просто это я косой такой. Я нервничаю, когда на меня снорки нападают. Если честно. Ладно, дальше ногу искать не буду. Вот, нервничаю, когда на меня снорки нападают. И потому-то вот такая херня происходит. Так. Смотрите, как заныкался. Еще раз сохранимся. Так, вот здесь тут перемещение. Какой-то звук был сейчас неприятный. Так, что ли, идти? Да, вот так вот. Дождаться, когда наемники придут... Когда наемники придут к переходу в лес. А куда мы сныкаться? Блин, еще ночью-то я ненавижу ночью. Ненавижу ночью такие вещи. Ну, конечно, фонарик вырубить. И взять что-нибудь вот такое. Что-нибудь ожидать, сидеть? А, ну да, нужно, конечно, включить этот. Давайте дождемся. А, да вон же они идут. Сейчас, где-нибудь в елочках сяду. В принципе, тут нет такого понятия, как укрытие. В елочке, там не в елочке. Это вам... Не дейс, не раст. Это сталкер. А тут нет такой системы. Так, нельзя их спугивать. Так что... Сейчас сохраню игру под номером 17. Лишним не будет. Так. Так. Так, воно не проходит. Ну вот, кажется, мы на месте. Дальше переходим в лес. Да быть, подожди. Я сейчас тебе пропуск выпишу. И свинцовую печать поставлю. Черт, оттого я не заметил. По привычке... В голову попал. Да даже. Вот я меткий парень. Так, ладно, давайте сначала соберем с этих. Так, ну свинцовую... Нет. Свинцовую печать-то мы выписали, да? Граната. О, у этого тоже такая есть. Так, беру, 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 беру. Так, а у этого что было? Вообще, где он, кстати? Ох ты, комбинезон наемника. Так, ну зачем я взял УЗИ? Ладно, возьму УЗИ, черт с ним. Комбинезон наемника, 6000. Мой, 25000. Выбор очевиден. О, светает, кстати, по-моему. Так. Чего-то есть хочет? В этот раз без водички вроде. Ну ладно, сохраняемся. В принципе, я, как я до этого говорил, типа, вот, там, до хрена народу перемочить. О, кстати. Правда, вот с этого убрать все тяжело, ну ладно. До хрена народу перемочить, да вы охренели, что ли? Да ничего, не до хрена, тут чуть-чуть совсем людей-то. И автомат очень хороший, и потому-то, кстати, с этим автоматом мне не составляло большого труда их положить, так что все хорошо. Перемещаемся. Так, ну вот, мы и грузанулись в лесу первый раз. Так, давайте посмотрим, куда нам идти. Ой, совсем близко, надо же. Так, повернемся вот так вот. Ага, вот так пойдем, отлично. Так, уберем. Дождаться, когда наемники придут на место встречи. Эй. Эй. Сталкер, не лагай. Так, дождаться, когда придут на место встречи. Ладно, давайте куда-нибудь спрячемся вот за деревцем, например. Так, ну что столько никто придется ждать, это интересно. Столько штук тех, или теперь гораздо дольше все придется будет? С какой стороны-то они вообще пойдут-то? Надо же, блин. Сразу пришел, сразу встретил. Вон там аномалия. Сразу пришел, сразу... А вон они, кажется. Да. Так. Сколько их там, кстати? Раз. Два. Так, вроде двое. Трое. Трое. Раз, два, три. Так, возьмем кое-руже. Надо взять аемку. Все хорошо. Ага. Вот это место. Странно, что их до сих пор нет. Они давно должны быть уже здесь. Да не волнуйся, ты сейчас встретишь. Главное, второе. Группы наемников. Надо же. Нубасы, блин. А, нет, один движется. Это я, нубас. Так, снова ждем их. Так. С какой-то раз стороны не пойдут. Я думаю, все с той же самой, наверное. А вдруг нет. Давайте посмотрим, может ли пойти другой с другой стороны. Кстати, они совсем меня не атаковали. Только уж когда я вылез. Кстати, зря я вылез. В этот раз я, короче, всех сниму, только потом вылезу. А может, сейчас игренку им кину, да и все. Так. А вот они уже здесь. С той стороны вы этот раз пришли, заметили? Вот это место. Странно, что их до сих пор нет. Они давно должны были здесь. Давно должны были здесь. Какие-то хачи, ей-богу. Сейчас встретитесь. Кажется, всех завалил. Так, давайте смотрим. Вся. А, вот они. Все трое в одной кучке. Так. 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 А где еще один? Ага, вот он. О, калаш какой-то хуяный. Так, так. Так. Пачка евро. 40 тысяч. Нихуя себе. А, они деньги же не слипать на сделку-то. Пачка евро, блин. Пачка 100 евро. Тысяча евро. Блин, кстати, сейчас евро стоит 50 тысяч. Так, а что за калаш? С прицелом, блин. С каким прицелом? Ты глянь. Сейчас какой пафосный прицел-то. Ну ладно, возьмем пока этот. Продадим, может, потом. Так, и что? Передать полученную информацию связному Брауну. Где связная Брауна будет? А, вот он, отмечен на карте. Куда это должен идти? Ну-ка, еще раз. Ну-ка, отфильтруй базар. Испытательный полигон? Нет. Это я пойду туда потом. Тем более, что он, по-моему, в защищенной местности. Ну-ка, еще раз сейчас посмотрю. Так, он там в скайпе нахерачивает. Стоп, это у нас... Да. А, это свалка. И он где-то вот среди этих. Погодите-ка. А, нет, это пытательный полигон. И он среди русских этих... Да, среди русских. Все, я пойму, что это место. Я туда пока что не пойду. Я сейчас пойду для начала выполнять вот эти вот достальные квесты. То есть, и с камерой модернизировать нужно сходить в бар. И, возможно, за Васильевым стоит сбегать. А уж потом это передам. Это потому, что не... Во-первых, надоело. Хочется выполнить наконец-таки эти. А, во-вторых, он отсюда никуда не денется. Я надеюсь. Сейчас, короче, сделаем сохранение... Сохранить игру под названием 18. Вот. И если оно все проглетит, то я буду отсюда уже стартовать. Вот так вот. А по лесу пока лазить мы, наверное, не будем сейчас. И так, где уж я? Нас пока и вроде нет никаких... А, есть одна задача в лесу. Есть одна задача. И эта задача у нас, типа, найти какие-то там контейнеры. Место перехода на полигон. Да, вот сейчас, короче, мы так вот и отправимся, наверное. Так, ну давайте пройдем тогда. Давайте еще поспим для начала. Потому что такой кромешки идти, не знаю. Блин, сейчас везу, опять-таки, какой-то новый квест выдаст. Тогда будет нехорошо. Ну ладно. Сука, фотограф, ты хочешь спать? Придется идти нам по ночному лесу. Все складывается как раз-таки не в мою пользу. Так, куда нам идти-то? Вот так, по-моему. Вот есть какая-то дорожка. Вроде бы. Так, у этих мне вроде бы ничего не надо. А, вот этот патрон возьму. Они нужны. Это для калашка патроны. У тебя вроде тоже были патроны, да? Но если и были, я их взял. Ладно, сейчас, короче, да, вот скорректируем дорогу. Вот, видно, дорожка. Аномальная, твою мать. Так, возьмем дробовик. Я думаю, что здесь будут животные. Если уж что-то здесь и будет, то животные здесь должны по-любому быть. Если уж здесь людей не будет совсем-совсем, то животные по-любому будут. Да, вот сюда подлечь, перемещение какое-нибудь будет. И здесь что-то по-любому интересное. Потом посмотрю, что там. Может быть. Ага, вот так вот. Или может прямо сейчас сходить, глянуть что там такое. Так, ну это всего лишь камень. Так, я правильно пока иду, да? Ладно, сходим с моб... Глянь, а мы что там такое. В конце концов, на самом деле интересно. Ах ты чёрт. Хотя я думаю, что я на этом лесу ещё не раз побываю. Иначе не делали в локации, чтобы я на ней побыл один раз. Я уверен. Так что ладно, глянь, а на самом деле в следующий раз. Твою мать. Кто это делает? А их много. Ой, я бегу обратно. Так. Я устал. Нажимай один раз и стреляешь много раз, кстати. Если же у вас есть вопрос, почему я так фигачу, как ненормальный... Так, надо поспать. Ну, я так и думал. Однако устает, сука. Ладно, сохранимся. Ну, это из-за веса, переносим его мной, он так быстро устает. У нас должно быть два ПДА, кстати. Где второе? Ну, ладно. Нет, так нет. Ненавижу такие места. Ночью лазят. Это просто пиздец. Ненавижу. Так, вот сюда надо свернуть. Да, все правильно, идем. Фу. Черт. Долбанный туман-то, блядь, а? У него только тумана не хватает для полного счастья. Так. Так. Ага. Опять-то устал, сука, у него. У него, вроде, были энергетики. Попиздили. Какой рукой он пил? Он же обеими руками держит этот. Ну, ладно, зуб. Предположим, зубы схватил и... И зубами держал и пил. Предположим, так. Вы, наверное, опять заметили, что голос у меня немножко искорежился. Ну, как? Ну, заметно, что приболел четко. Да, есть такое дело. Самую малость приболел. Ебать. Ебать. Про то, что это другие зомбаки, это уже не эти. Не люблю таких зомби. Акс, немедленно выйди на связь. Повторяю, немедленно. Мы должны отбить через шесть минут, пока не началось. Отбить через шесть минут, пока не началось. Интересное сообщение. Да не солдат, я дружище. Но я же говорил, что у них нихрена не будет. Да уж, незавидная судьба закончить свои дни ходячим безмозглым куском мяса. Раньше думал, что зомби существуют только в кино. Когда-то смотрел Обитель зла и в душе смеялся. Теперь не до смеха. О, там пси-излучение. Туда не доставят ходить. Черт. Так, сохранимся. Возможно, это... Это эти... Как сказать... Вояки, которые... Русские вояки, которых как раз мы должны выручить. Так, тут вот кроме палаточки ничего нету. А у него, может, что-то есть, кстати. Оп. Так, не падай. Радиация, я радиация. Вот чем я тебя буду изводить, а? Не зря сохранился. Хотя бы гляну, есть ли у него что-нибудь, пока не сдох. Аж потом буду помирать. Так. Так. Ну, нет-нет-нет-нет-нет. Оп. Ага. Нет у меня ничего. Ну и нахрен тогда. Так, не полезу теперь туда. Замбаки с автоматами гораздо лучше. Я сейчас объясню, почему. Во-первых, у них есть лут. А во-вторых, их быстрее убивать. Эти в голову сперва разные хочет дохнуть. А собачки мощные. Совсем другие собачки, походу. Кстати, хотел заметить, что это беда вот этой модификации. В ней практически, даже не практически, а у мертвецов есть только иногда бинтик. У мертвецов нету аптечек, и это огромный косяк игры. Это косяк игры, да, это и косяк мода. Они добавляют патроны, забывают про аптеки. Я видел много таких модов. Скажем так, в них нельзя играть. Они неиграбельные. Так, поговорить с генералом Воронином. Новый квест. Так как я узнал про... Так, где он? Вот он. Так как я узнал новый путь. Собачку убивать не стал. Игра только что вылетела. Как часто это бывает. Кстати, там уже вроде конец. Там, погодите-ка. А, да, это самое место, где я потом за конец карты вылетел. Потому что телепорта же здесь не было. И... Вот. Игра вылетела при загрузке новой локации. Такое бывает. Ай, черт. Так это совсем другая псина-то. Да, мне совсем худо, ребята. Так, попробуем поспать в этот раз. Сука! Фотограф не может спать из-за действия энергетика. Блядь. Точно. Собо проэнергетик. Ну, сохранимся, блин. ХП тут совсем плохое. Он таким ХП бежать не будет, кстати. Пошли потихонечку. Ага, вроде восстановил ХП. Немножко перестал вздыхаться. Можно бежать дальше. Ой, блин, когда же ночь закончится, на самом деле, а? Очень длительные ночи и дни. То есть, тут время больше приближено к реальному. Не то, что было в сталкере оригинально. Тут изменили это. И... Теперь вот ночи и дни длиннее гораздо. Поэтому, если там утречко, у вас считается, долго будет день. А если у вас вот как раз-таки 10 ночи. То считает, что у вас все еще впереди. Ну, вот сейчас 3 часа ночи. В принципе, наверное, в 6 утра будет светать. Посмотрим. Возможно, здесь энергетика скоро пройдет. И я смогу уложить фотографа баиньки. Ну, давай. Вот здесь вещь налагает, кстати. Ну, давайте начнем с связного, да? Правда, хочется начать больше с воронина. Ну, ладно, начнем с связного. Стоп, мне кажется, ты морду уже видел где-то. Здравствуй, Салфия. Вы продаете славянский шкаф? Ой, что-то я заговариваюсь. Торговать себя, ну, понятно. Опытные группы, одиночка, нейтрал, ладно. Нету мне сейчас настроение разговаривать. Добрый день. Ты связной полковника Брауна? Да, это я. Ты есть фотограф, как я понимаю. Совершенно верно. У меня информация для полковника Брауна. Велену было передать через тебя. Но я все-таки лучше сам попередал информацию ему. Брауна сейчас на базе нет. Он на важном задании, которым никто не должен знать. Так что давай мне всю добыть информацию. Дальше связь с полковником будут держать через меня. Через некоторое время я тебе сообщу о дальнейших действиях. Хорошо, вот два подоглавных наемников. Там много всего интересного. И передайте, что по поводу отшельника пока ничего конкретного не удалось. кроме того, что он лучший в зоне проводник. Хорошо, вот два... Так. И все, что ли? Ну ладно. Может, пока свободное время у меня есть. Если ты могу повыполнять какие-то квесты. Потом по сообщению он смс-кинер придет. Как раз какое-нибудь сообщение, я думаю. Потом ждать у дома не придется. Так. Где у нас? Поторгуемся тогда немножко. Так, кажется, я пробежал мимо, да? Да, вот он. Здравствуйте, здравствуйте. Как успехи. Так. Да, он по хорошей цене берет эти вот вещи-то, кстати. Продать. За 9 тысяч. Ну ничего, ништяк. Так, что бы еще тебе продать? Ну давай посмотрим. Горошек не шибко дорогой. Вот деньги, не знаю. Мне кажется, они только для продажи. Потому что... Так, оливки продам. Больше, мне кажется, они никаким образом использоваться не будут. Поэтому... Короче, да, деньги тоже продам. Они, наверное, для того и используются. Хотя, может, кто-то лучше евро принимает, типа дороже. Кто его знает? Так, ну... Игра снова вылетела. Ну что тут скажешь? Мады сталкера, больше нечего сказать. Как успехи. Я еще даже, по-моему... Да, вот моя загрузка. Как раз, когда я еще ничего не продал из этого. В общем, залез я на сайтики и почитал по поводу того, нужна ли пачка евро. Да, в отличие от Корана или вот от чего-то там еще, вот этот вот предмет, он будет использоваться. Коробка шоколадная говорит. Вот, он будет использоваться по квесту. Вот эта вот пачка денег. Так что я пока продавать ее не буду. Я ее оставлю. И по квесту она должна будет заюзаться. Куплю у него вот... Ебать. Бать. Куплю у него ничего пока что. Ну, нахрен. Пойду починю. Вообще, свои шмотки. Там еще что-нибудь. Здравствуйте, здравствуйте. Че стоишь? Выкладывай, зачем пришел? Кайманов. Вот у него брутальный голос для ученого. А, да. Починкой не занимаетесь? Стоимость починки брони? 25 тысяч. Ничего так. Сколько там он просит-то? 30 тысяч. У меня сейчас 25. У меня сейчас 56. Ну, просит примерно полную цену этой шмотки, блин. Не буду я ему этого говорить. Потому что цену, сука, захапал, пиздец. Сразу, блин. Все бабки просираются. По сути, торговля здесь вот полная хрень. Полная хрень. Вам невыгодно торговать. Проще выкинуть. Или, я не знаю, еще что-то сделать. Точно, не выгодно. Не покупать, не продавать. Вообще, пиздец. Зачем пришел? Проще новую снять с трупа, блин. Зачем пришел? И он за 3 тысячи хочет купить то, что я только что ты чинил за 25 тысяч. Ну, что за пиздец здесь творится, а? Так. На, вот тебе 9 патрон. За милую сумочку. Продам один тихий. Этот калаша продавать себе ни, сука, не стану. За копейки такие. Ладно, продам. И то только потому, что не нужно. Две тысячи аптечка. Нормально, ничего. Недорого. И водка штука. Ладно, пойду ученому куплю аптечку и еще что-нибудь. Барыги, блядь. Сколько у меня осталось бинтов, кстати? Два. И эту хрень куплю, блин, тяжелая. Благодарю вас, барыги. Так, теперь поговорим с Воронином. Самое главное, зачем... Здравствуй, брат. Здравствуй, здравствуй. Говори, зачем пришел. Так, значит, слушай. Приветствуй, генерал. Рад видеть, фотограф. Ну что, удалось тебе отыскать переход из леса сюда на полигон. И главное, маршрут в обратную сторону. Да, генерал, я нашел безопасный путь в лес. Так что теперь сообщение может между полигоном и лесом открыто. Я готов скинуть на ваш... Я готов скинуть на ваш ПД информацию о переходе в лес. Отличная работа, фотограф. Я, как и обещал, в долгу не осталось. Создам тебе новенький тактический Абакан и пару аптек... И пару аптечек патронов к нему. А, пару пачек патронов к нему. И еще зайди к моему заместителю, полковнику Петренку. У него для тебя дело есть интересное. Хорошо, генерал, зайду. Обязательно принимай информацию, я пошел. Что ж ты мне дал-то? Калаш круче. 45 у него магазин, кстати. Блин, кразец на самом деле. Как будто кразец, охренеть. Правда, вот это вот выглядит совсем несерьезно. А, хотя стойте-ка. Она от цвета что ли реагирует? Как камера что ли, блин? Смотрите-ка. Чиз! Да, и хэдшот. Может у него еще и глушак есть? Ну, по крайней мере, что у него? Давайте посчитаем. Автомат, АКБАС, система Никонова, образца, понятно, годы, короче, это 20 лет назад. Если это вообще нашего времени. Старше меня, короче. Предыдущий владелец установил приклад импортного производства и коллиматор превратив тем самым оружием в современный образец стрелкового оружия. Ну, ясно, ясно. Стоп, а это чем? А, ну понятно, чем он стреляет. Ай, здесь чувак, вопрос это патронов в дефиците. Вот это вот да. Ну что ж, да, приклад смотрится, конечно, не поспоришь. Ну-ка, посвети нам приклад. Да, прикладик смотрится. Так, 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 так. Ну, в принципе, пушка не шибко дорогая, кстати. Ну, лучше, чем обычный калаш, лучше. Так, у нас сколько места есть, килограмм? Ну, в общем-то, хватает. Он просил зайти к его заместителю. Вроде бы он тут заседает. Петренко, да, здравия желаю. Я вижу, ты ловкий малый фотограф. Не желаешь ли потрудиться на благо науки и российской армии? Ну, заработать, конечно, на этом. Да шучу я, если согласишься, не обижу. Получишь от меня в награду немного денег, а главное, уникальный гравик-костюм, который позволяет переносить дополнительные до 50 кг веса. О-о-о. В отличие от гравик-костюма, который, если у ученых этот костюм не имеет отрицательных свойств, да и переносит вес на 5 кай повальше. И мне его по спецогазу научники сделали. Так что это гравик-костюм только в язычном экземпляре. Да, я, в принципе, так-то тут... Да, я, да, я, в принципе, и так тут в поте лица аж жопа в мыле. Хотя, предложение интересное, что нужно-то. Ну, тогда слушай, вводную. Для тебя, наверняка, не секрет, что в зоне постоянно бьются вертушки. Для нас, военных, это, в первую очередь, означает, что мы несем неоправданные потери и не можем должным образом выполнить поставленную командованием задачу. Так вот, наши высоколобые ученые обещали нам, что решат эту проблему. Поставили на вертушку разные аппаратуры, чтобы понять, почему они падают, даже если на большую высоту уйдут. Ну, и получилось, как обычно, с тех вертушек, что на базу вернулись, только никаких данных снять не удалось. А вот вертушки, которые повезло, хоть что-то записать, теперь где-то в зоне догирают. Тебе нужно будет найти их и снять записи с приборов. И каким же образом черные ящики на гробу сюда переть? Да и где это вертушка искать? Ну, придется покрутиться. Ты же по зоне уже достаточно отмахал. Наверняка и на разбитые вертушки натыкался, а черные ящики тащить не нужно. Я выдам тебе специальный регистрирующий прибор, который вблизи вертушки сам активирует аппаратуру и снимает с нее нужные данные. Новые технологии. Блю-пуп какой-то. Блю-пуп. Блю-пуп какой-то. Это шутка, по-моему, из фиральских переменей пошла, а может еще дальше. Ну, это он имеет блютуз, конечно, кто не знает эту шутку. Даже кабель не нужно никуда втыкать. Просто берешь в руки в непосредственной близости с объектом и считаешь информацию. Улавливаешь... У лав... У павших вертолетов должно быть по... Должно быть десять. В разных местах зоны. И в разное время потерпели они крушение. Точные координаты мест передать неизвестно. Так что придется поискать. Известно только, что искать летать вертушку на нескольких территориях. Миротворческий корпус, болото, промзона, аномальный лес. Хотя вертушку в промзоне я видел. И в миротворческом корпусе видел. В болотах еще не было. Аномальный лес. Там еще я не видел. Или... А, погодите, по-моему, видел. Миротвор. Погоди, мертвый. Там еще не был. В окрестностях бары, где-то в колхозе. И где-то в колхозе Червоное Дышло. Надо же название. А также в самой Припяти. В Припяти их вроде бы даже две штуки выразбилось. Так, на территории миротворческого корпуса. Да, и еще. В зоне наверняка полно разбитых вертолетов. Наши потерпели крушение совсем недавно. Так, думаю, отличишь их от других. Ну, теперь более-менее ясно. Постараюсь добыть... Так, что, сначала соскринило, пожалуй. Соскринило или нет? Непонятно. Случайно переназначилось. Так, вот теперь сделал скрин. Все. Так, ну теперь более-менее ясно. Постараюсь добыть информацию. Ничего, сижу, никто не трогает. Так, понятно. Понятно. Да, этот квест, скажем так, он большой, побочный квест. Примерно то же самое, что добывать фотографии. Даже похлеще. Я знаю эти вертушки, но намеренно бегать. Так вот это вот тоже впадло, если честно. Кстати, моя тачка, она там, по-моему, в том конце. Так, ну что, мы собирались на болото, правильно я говорю? Да, я хотел найти Васильева. Так, у нас на болото здесь есть, по-моему, телепорт был, если он прямо на конце болот, ну ладно. А, в принципе, по центру так прошел. На полигон, да? Да. Это прямо сейчас так по центру прошел, если это вообще можно. Возможно будет. Мне кажется, так вряд ли будет. Возможно. Сука, хуй ты влагаешь. Вот. Творческий корпус. А что, у меня какое-то задание на творческом корпусе? Нет, я не хочу. Я хочу на болото. Знаете, и Васильева, ну... И мне нужно напасть на болото. Не пиздите, мне не нужно мне на творческий корпус пока что. Что-то ты мне туда указываешь. Так, во-первых... Ага, сейчас вот тут выбегаю. И иду в ту сторону, наверное. Так, ага, вот так вот. Я вот думаю забегать... Забегать к тем воякам, потому что там я машину у них купил. Ну как, отдал ему то, что он хотел. И может на ней колесить там в разных местах. Почему бы нет? Нива здесь у меня есть. Кошак, не мелочь. Да, пешком бегать, правда, в падлу. Пойдусь бегаю за Нивой. А вот и моя Нивочка. Уйди от нее, сука. Военная. Украинская. Хохлятская Нивка. Так, ну ладно. Нам надо... Нет, нам надо вот напрямую. Как раз на болото. Как раз мы там недавно убили этого. Ооо, как вы все помните. Нет! Сука. Блядь. Так, ну вот снова я взял тачку. Вроде неплохо едет пока что. Так. Надеюсь там нового контролера не будет. Так, сейчас будет провисание, конечно. Почему бы нет? Почему бы нам не повиснуть, правда? И то, верно. Посмотрим, что за локация болота. Найдем Васильева. Я уж, правда, не помню, что нам от него нужно. Но, в принципе, побеседуем и поймем. Охрененно. Прилетели. Сразу к людям. Сука! Я тачку просрал! Бля. Черт. Ну нахрен так неинтересно. Объясню для тех, кто не понял, почему я просрал тачку. Я попадаю в такое место, откуда машина уже не вылезет. Она там застревает, застревает насовсем. Поэтому я сейчас сделаю так. Я подъезжаю сюда. Нажимаю нет. Вставлю немножко назад. Выйду из нее. Полагаю. Но без лагов у нас не бывает. Полагать это обязательно. Ну. 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 Надо сохраниться, пока я не вылетел. И перемещу. Вот так-то. Теперь в случае перемещения обратно, меня будет ждать уже моя машина. Так. Васильев. 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 Правильно, сталкер. Лагай. Давай. Давай. Ой, я прямо у него сразу. Как так получилось-то? Что я профигачил вот прям насквозь и попал сюда? Как так получилось, что я профигачил насквозь и попал сюда? Это вот просто для меня пока остается загадкой. Так, ну ладно. Как вы уже видите, сталкер мне уже говорит. Хорош. На сегодня хорош. Я лагаю. На сегодня хорош. А, кстати, обратный путь где? А вот это, походу, мне потом придется узнать, где обратный путь. Странно, что я попал. Действительно, вот сюда. Потому что... А, вот. Испытательный полигон. Почему я попал в раз сюда? Да, перелетел. И это еще вопрос, который предстоит узнать мне. При том, что я попал два раза подряд сюда. Я сначала думал, что может баг какой. Но когда я попался без машины, я все понял, что... Нет, не баг. Так, что-то тут не чисто. И стоит узнать, что здесь не так. Что здесь, оп, происходит. И потому-то у нас все это сделает в следующей серии. Как раз-таки лагов уже быть не должно. Не думаешь, что это мой говеный комп. Или это зависит от меня. Действительно, из-за того, что сталкер такой нехороший. Такой лагучий. Тебе хоть i7 дави, хоть там 30 гигов оператива и ведюху самую топовую. Он все... Он все равно будет это делать. Все потому, что это сталкер. Это мод, и у сталкера есть свои минусы, невзирая на то, что он такой атмосферный и такой хуенный. Все, ребята. На всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте ставить свои интересные комментарии, которые мне будет не лень почитать. Так что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok